Всем здравствуйте. Третья серия нашего обучения. Сегодня она посвящена такой простой вещи, как Damage Model with War Thunder. У новичков, которые только приходят в War Thunder, очень большие вопросы по поводу того, каким образом наносится повреждение самолетом, почему происходит именно так и как сбивает самолеты наиболее эффективно. Давайте разберемся с самым первым. Каким образом наносятся повреждения в игре? Изначально игры не были на компьютерах, были настольные игры и в том числе были настольные игры, где игрокам давалось возможность убивать друг друга, воевать друг с другом, наносить друг другу повреждения. Если взять шахматы, то там вообще все просто. У фигуры фактически нету никаких жизней, ее можно просто сразу убить. Если взять что-нибудь более серьезное, типа ролевых игр, то там были такие вещи, как оружие, были уже такие вещи, как доспехи. И соответственно, когда был ход игрока, он мог нанести повреждения или напасть на своего оппонента. Когда он на него нападал, кидались игральные кости. В зависимости от мощности его оружия набиралось определенное количество очков. Жизни оппонента, собственно говоря, и отнимались. И такая система и перекочевала практически во все игры, потому что она очень легко переводилась на компьютерную платформу. Почему? Компьютеры изначально не рассчитывались на то, чтобы на них играть. Компьютеры изначально делались для того, чтобы на них произвести какие-то расчеты. И такая система, она очень хорошо вписывалась в эту концепцию. Считать компьютер умеет очень хорошо. В War Thunder же система повреждений совершенно иная. Она пытается передать ту систему повреждений, которая у нас присутствует в реальной жизни. Для того, чтобы понять, как это, вам нужно для начала представить скелет. Нет, ну не такой скелет, конечно. А все-таки давайте представим скелет самолета. Под обшивкой у самолета существуют лонжероны. Это основные силовые элементы, на которых, собственно говоря, все и держится. Он подобен скелету человека. Если бы его не было, то, собственно говоря, самолет бы точно никуда не полетел и совершенно точно бы развалился. На лонжеронах у нас есть обшивка фюзеляжа внутри корпуса самолета. У нас есть такие основные элементы, как бензобак, кабина пилота, двигатель, вооружение и так далее. Все это можно повредить. Конечно, проще всего и чаще всего повреждаются именно силовые лонжероны. Если вы стреляете в самолет, пуля, так или иначе, проходя сквозь обшивку, повреждает лонжерон. Если лонжерон не поврежден, то пуля проходит просто-напросто на вылет, просто повредив обшивку самолета. Такое повреждение практически ничего серьезного самолету не делает. Почему? Потому что даже с очень сильной поврежденной обшивкой, как правило, самолет может продолжать свой полет. Да, его улетно-технические характеристики резко снижается, но он будет лететь дальше. Именно поэтому, когда люди пишут в чате, как это так, я в него весь боекомплект выпустил, а ему хоть бы хны, Ну, ответ на это очень просто. Значит, ты ничего жизненно важного не повредил, или даже вообще стрелял не туда. Ну что ж, если же вы все-таки попали туда, куда нужно, ну, чаще всего это лонжерон, соответственно, он ломается. Когда он ломается, нагрузка на остальные лонжероны резко возрастает, и, соответственно, принцип домино ломается и остальные соседние лонжероны данного самолета. Когда ломаются соседние лонжероны, самолет, соответственно, выходит из строя, начинает падать. Вот таким образом вы избили самолет. Помимо повреждения лонжеронов, также можно повредить непосредственно самого пилота. Если вы просто-напросто банально пилота убили, то даже целый самолет, он однозначно упадет. Конечно, надо помнить, что самолеты позднего периода, у нас они более высокого ранга, имеют так называемый бронированный фонарь. То есть стекло там достаточно толстое, и обычной пулькой 77 мм вы вряд ли его пробьете. Но если вам посчастливилось пробить все-таки этот фонарь, и пуля попала в пилота самолета, то на этом полет самолета заканчивается, он однозначно упадет. Третье, что можно повредить, это двигатель самолета. Самолет с поврежденным двигателем далеко не улетит. Также можно поджечь топливные баки самолета. Чаще всего при пробитии баков топливо не возгорается. Ему гореть там как бы негде. Для горения нужно не только само топливо, но и кислород. А в топливных баках, особенно которые заполнены инертным газом, гореть нечем. Топливо просто-напросто вытекает. Нет, правда? Надо сказать, что самолет без топлива тоже никуда не полетит. Двигатель глохнет, и он неизбежно падает вниз. Если же вам посчастливилось поджечь топливные баки, то даже если экипаж пока что жив, все равно самолет сгорит. Систем пожаротушения, по-моему, нет в игре вообще. Но если они в будущем и будут выводиться, то в любом случае, чтобы потушить топливный бак, который полыхает огнем, можно приложить немало усилий. Ну и также, помимо всех этих вещей, можно банально подрывать боекомплект. Правда, в реальной жизни это встречалось крайне-крайне редко. Хотя, допустим, те же самые пилоты Люфтваффе очень не любили, когда им в хвост заходили спидфайеры и пытались расстрелять весь боекомплект, чтобы у них, как они выражались, в крыльях не было петарды, которая может взорваться от любого попадания. Но, тем не менее, в игре взрывы боекомплекта не так часто встречаются, как, в принципе, не так часто не встречаются и в реальной жизни. Боекомплект, как правило, очень хорошо спрятан и очень хорошо защищен практически на всех типах самолета. Вот таким вот образом и происходит у нас повреждение самолета. Куда конкретно стрелять, решить очень-очень сложно, потому что надо очень хорошо знать, где что находится в самолетах, а кроме того, надо понимать, какие места у него наиболее уязвимы. Так, например, повреждение двигателя с жидкостным охлаждением это в любом случае большая проблема, потому что жидкость вытечет, двигатель получит перегреб, получит клин и все равно упадет. Да, пускай этот враг запишется не вам, но вы свою техническую задачу выполните. Вы выведите из строя вашего противника. Если взять двигатели с воздушным охлаждением, то здесь немножко сложнее. Дело в том, что даже в реальной жизни двигатели с воздушным охлаждением буквально без одного цилиндра возвращались домой. То есть, если даже им попадала очень крупнокалиберная пуля прямо в двигатель, выводила из строя полностью цилиндр, остальные цилиндры продолжали работать. Да, вытекало масло, да, двигатель мог получить клин, но здесь все-таки двигатели воздушного охлаждения более живучи по сравнению с двигателями жидкостного охлаждения. Ну и на самом деле таких нюансов очень-очень много. Опять же, основное понимание, как сбиваются самолеты, я думаю, у вас теперь появилось. Ну а теперь давайте подумаем вот о чем. Естественно, чем крупнее калибр вашей пушки, тем выше бронепробиваемость, и лучше сбиваться будут самолеты. Но здесь тоже все не так однозначно. Самолет летит в полном трехмерном пространстве. Попасть по нему даже одним снарядом иногда бывает очень-очень сложно. Поэтому, помимо банального калибра пушки, также очень важной является и скорострельность, и какой тип боеприпаса попал в вашего противника. Пока что это не реализовано, но в будущем обещали разработчики ввести ручную набивку лент различными типами боеприпасов. Так, есть трассирующие пули, есть бронебойные, есть фугасного типа. На самом деле, тип пули у самолетов куда больше, чем у тех же самых танков. Сейчас же ленты в самолетах набиты автоматически разными типами снарядов, ну, по крайней мере, теми типами снарядов, которые реально в этом оружии используются. Если взять наибольший калибр пушки, а это 50 мм у 410-го самолета Люфтваффе, то там идет просто банальный фугас. Правда, иногда он взрывается не в самом самолете, а пробивает самолет на вылет и взрывается не в нем, что, соответственно, тоже снижает количество повреждений. Кроме того, нужно помнить о том, что хоть самолет и достаточно хрупкая вещь, но иногда некоторые самолеты типа того же самого Ил-2, Тандерболта, Б-17-го, могут переживать колоссальные повреждения. Их силовые элементы настолько прочны, что фактически выбить самолет, просто банально стреляя ему в хвост, маловероятно. Вообще, самое плохое место, куда можно стрелять, это чисто в хвост самолета. Да, вы повредите таким образом рули направления, рули высоты. Но, если мы вспомним нашу схему лонжеронов того же самого, допустим, Zero, то вы увидите, что, собственно говоря, никаких лонжеронов-то в хвосте и нет. То есть они есть, но они есть продольно, и сломать их, стреляя чисто в зад, к вашему противнику практически нереально. Куда легче и проще сломать крыло, и, соответственно, ваша пуля будет их именно ломать, а не просто двигаться продольно к силовому элементу. Что ж, надеюсь, на этом понимание того, каким образом наносится повреждение самолетом у вас появилось. Вы поняли, что система здесь, она никаким образом не сплетена с тем, что вы, возможно, видели раньше в каких-нибудь других аркадных играх. Здесь у нас немножко все сложнее. Кроме того, именно такая же система будет в кораблях, именно такая же система будет в танках. Банально, то же самое Тигр-2 в лоб пробить будет практически нереально, и надо об этом знать. Ну и так далее. Когда выйдут танки, я думаю, мы еще к этому подробнее вернемся. То же самое с кораблями. Корабль это еще более сложная система. У кораблей очень много различных нюансов. Ну а что касается пушек, которые установлены на ваших самолетах, я первым же комментарием к этому видео поставлю ссылочку на видео Гару, который рассказывал о том, какие пушки в какое время были, что из себя представляли. Таким образом, вы, глядя на самолет, будете смотреть не только на калибр вооружения, ну а также примерно представляете себе, какие пушки и насколько эффективно на нем в реальности установлены. Дело в том, что стандартное правило, чем больше калибр, чем круче, не совсем срабатывает в этой ситуации. Ну и все, до свидания. Ждите новых серий.